Солдат миротворческой миссии в Африке в джунглях встречает гориллу. Большая обезьяна ведет себя странно, и солдат решает пойти за ней. Это шокирует его и может изменить мирную миссию. Солдат осторожно продвигается по лесу, и единственные звуки, которые он слышит, это его дыхание и шелест листьев под ногами. Вдруг тишину нарушает странный звук, и сердце солдата начинает биться быстрее. Он оглядывается, но ничего не видит. Шум становится громче, и из зарослей появляется огромная горилла. Солдат парализован от страха, но его инстинкты подсказывают ему, что горилла не опасна. Обезьяна выглядит расстроенной и начинает жестикулировать, как будто просит следовать за ней. Солдат подозревает неладное, но что-то заставляет его остановиться. Он говорит себе, что должен идти дальше. Паркер был там, чтобы поддерживать мир в регионе, помогать защищать мирных жителей в Конго. Его задача – не дать повстанцам пробраться. Но следовать за гориллой – это не входило в его планы. Но он не смог удержаться от любопытства. А вдруг горилла приведет его к чему-то опасному. Бенджамин пошел за гориллой, хотя понимал, что это может быть опасно. Быстро познакомившись с местной фауной и опасностями африканских лесов, он вспомнил, что гориллы на 98% похожи на людей. Они могут решать проблемы, как древние люди, используя жесты и мимику для общения. Они испытывают такие эмоции, как радость, грусть и гнев, и показывают их на лице и в жестах. Дэвид запомнил эту информацию, но до сих пор не понимал, насколько умны эти животные. Горилла была необычная. Таких Бенджамин раньше не видел. Его инстинкт говорил ему не идти за ней. Но что-то в этой горилле заставляло его идти дальше. Горилла быстро шла по лесу, иногда оборачиваясь, чтобы проверить, идет ли за ней Бенджамин. Пересекать джунгли было сложно, ветки и лианы цеплялись за одежду, приходилось уворачиваться от колючек и низких веток. Потт струился по лицу Бенджамина, смешиваясь с грязью. Он был весь на готове, каждый звук в лесу заставлял его крепче сжимать оружие. Бенджамин оказался на опасной территории. Он знал, что повстанцы могут быть повсюду, и внимательно смотрел по сторонам. Если бы он наступил на мину, это было бы опасно. Но горилле, похоже, действительно нужна была помощь, и Бенджамин не мог это игнорировать. Они перешли небольшой ручей и холодная вода. Бенджамин шел за гориллой, и вдруг его тело начало трясти. Он не мог избавиться от этого чувства. Горилла шла легко, а Бенджамину приходилось быть осторожным. Он смотрел под ноги, чтобы не поскользнуться на камнях, и следил, не прячется ли кто-нибудь в засаде. Горилла становилась все более осторожной и шла медленно. Воздух вокруг них стал тяжелым, как будто что-то должно было случиться. Наконец горилла остановилась на краю поляны. Бенджамин посмотрел туда и ужаснулся. На земле были разбросаны тела горных горилл. Кто-то зверски убил человека, который был ранен в голову. Гориллы были безжизнены. Они стали жертвами смертельных ловушек, спрятанных в лесу. Земля была изрыта, показывая следы мин. В воздухе стоял запах смерти. Бенджамин почувствовал тяжесть ответственности. Он должен был что-то сделать, чтобы другие гориллы или люди не попали в эти ловушки. Он осторожно пошел вперед, чтобы найти способ обезвредить ловушки и спасти гориллу. Бенджамин пометил территорию вокруг шахты специальной светящейся лентой, которую носил в рюкзаке. Во время работы он не мог перестать думать о горилле. Это была не просто просьба о помощи. Это был крик о справедливости и безопасности. После нескольких часов работы Бенджамин смог найти безопасный проход через заминированный район. Он знал, что опасность все еще была рядом, но почувствовал облегчение от того, что смог что-то сделать. Гор привел его на эту миссию, и Бенджамин знал, что этот момент навсегда останется в его памяти. Нога вражеского солдата была в нескольких сантиметрах от мины, и Бенджамин затаил дыхание. Он не мог допустить, чтобы взрыв привлек внимание или кто-то погиб. Это могло вызвать немедленную и агрессивную реакцию его товарищей. За долю секунды Бенджамин схватил небольшой камень и бросил его в сторону дерева. Бенджамин отвлек внимание солдата, который отходил от шахты. Он медленно выдохнул с облегчением, что выиграл несколько секунд. Теперь повстанцы сосредоточились на звуке и начали осторожно двигаться в противоположном направлении. Бенджамин воспользовался моментом, чтобы переместиться. Он следил за врагами, и напряжение в его мышцах было огромным. Но он должен был оставаться неподвижным. В конце концов, повстанцы ушли и исчезли. Бенджамин подождал еще несколько минут, чтобы убедиться, что они действительно ушли. Он медленно поднялся из своего укрытия. Встреча потрясла его, но также укрепила его решимость. Он был здесь, чтобы что-то изменить, чтобы спасти жизни людей и животных. Горилла начала медленно подниматься с земли. Бенджамин еще раз помахал ей, как будто призывая следовать за ним. И снова Бенджамин сгорал от любопытства. Он уже видел, как умна горилла, но теперь он узнал, почему она так себя ведет. Горилла повела его дальше в джунгли, и они шли, казалось, несколько часов. Наконец, они дошли до скрытой пещеры, вход в которую был покрыт льдом. Горилла раздвинула мох и виноградные лозы, и они вошли внутрь. Бенджамин немного боялся, но все же зашел. В пещере было прохладно и темно, пахло влажным камнем. Глаза Бенджамина привыкли к полумраку, и он увидел, как что-то движется внизу. Он подошел ближе и увидел, что это детеныши гориллы. Они были маленькие и хрупкие, и прижимались друг к другу, ища тепла и утешения. У детенышей были любопытные и невинные глаза. Бенджамин смотрел на гориллу и понимал, что она осталась без родителей. Они, скорее всего, погибли из-за мин. Горилла, которая вела его, не просто просила о помощи. Она была защитницей маленьких горилл. Бенджамин присел и тихо заговорил с гориллой. Он говорил ласково, хотя и знал, что она его не поймет. Горилла в ответ издала нежные и любопытные звуки. Бенджамин взял рацию и попросил свою команду о срочной помощи. Он объяснил ситуацию и сказал, что нужно срочно помочь маленьким гориллам. Пока он ждал помощи, Бенджамин сидел в пещере с гориллой и ее детенышами. Он начал вспоминать, как много лет назад в другом регионе он столкнулся с похожей ситуацией. Тогда он помогал эвакуировать мирных жителей из деревни, на которую напали. Короче, команда спасателей оказалась в ловушке. Они пытались вытащить семью из дома, но все пошло наперекосяк. Миссия обернулась катастрофой. Их окружили и пришлось отступать. Семья осталась в доме, и позже Бенджамин узнал, что она не выжила. Воспоминания об этом дне все еще преследуют его. Чувство вины и беспомощности оставило глубокий след, как шрам, который не заживает. Он пообещал себе, что такого больше не повторится. И вот он сидит в пещере и видит в глазах горилл то же отчаяние, что и в глазах членов той семьи. Эти молодые гориллы тоже были семьей, объединенной любовью и волей. Вдруг на заминированное поле прибывает подкрепление. Они обеспечат безопасность горилл. Болезненные воспоминания начинают исчезать, пока Бенджамин сосредотачивается на настоящем. Через 30 минут он прибывает на поляну. Бенджамин и его коллеги сразу же начинают работу, не покладая рук, расчищая завал. На краю поляны Бенджамин заметил вспышку света. Он подошел поближе и увидел старый рюкзак, наполовину погребенный под листьями и грязью. Бенджамин осторожно подошел к рюкзаку, опустился на колени и очистил его от грязи. Он увидел выцветшую ткань сумки. Бенджамин осторожно открыл рюкзак. Заржевевшая молния громко скрипнула, но все же поддалась. Внутри Бенджамин нашел коллекцию одежды. Из документов, фотографий и рукописных заметок Бенджамин узнал, что в них был спрятан подробный и организованный план повстанцев. Они использовали мины и другие способы саботажа, чтобы помешать сохранению дикой природы и дестабилизировать регион. В заметках объяснялось, что защитники окружающей среды первыми предупредили о планах повстанцев. Когда Бенджамин прочитал эти документы, у него сердце забилось чаще. Он понял, насколько это важно. Документы доказывали, что повстанцы специально и методично дестабилизировали ситуацию в регионе. Они нападали на людей, которые пытались защитить природу. Бенджамин поделился этими документами со своей командой. Он понял, насколько они важны. Эта информация могла изменить понимание конфликта и укрепить решимость всех бороться за мир и сохранение природы. Это было не просто тактическое преимущество, это был призыв к действию. Наконец-то на поляну прибыло медицинское подразделение, чтобы помочь гориллам. Бенджамин наблюдал, как врачи бережно ухаживают за животными. Казалось, что теперь гориллы в безопасности. Молодые гориллы начали исследовать окружающую среду под присмотром взрослых. А миротворцы эффективно работали. В итоге территорию объявили безопасной. Врачи сообщили, что состояние горилл нестабильное, но при хорошем уходе они поправятся. Экологи из заповедника помогли перевести горилл в более безопасное место, где они могли бы расти и процветать. Когда солнце начало садиться, Бенджамин почувствовал глубокое удовлетворение. Миссия еще не была завершена, но они уже сделали многое. Бенджамин сдержал свое обещание. Бенджамин огляделся и понял, что мир вокруг все еще опасен, но теперь у него появилась надежда. Он знал, что борьба за мир и природу будет продолжаться, и был готов к новым испытаниям. Он посмотрел на горилл и вернулся к своей команде. Он был готов продолжить миссию с новой решимостью и надеждой. А вы когда-нибудь слышали о таких неожиданных спасениях животных? Расскажите нам в комментариях.